Благоустройство жемчужины округа идет полным ходом. Обустройство дорожек, установка бортового камня, закладка оснований для детских и спортивных площадок. Все это лишь малый перечень того, над чем сейчас работают на объекте. Проделанные работы на Малаховском озере оценил глава округа. Половина работ по благоустройству позади. Тропиночная сеть уже расчертила пешие и веломаршруты. По всей территории сделаны основания для детских и спортивных площадок, установлены опоры освещения. Рабочие продолжают укладывать плитку и бордюрные камни. Вскоре здесь появятся лавочки и урны. В планах очистка данного озера. И я надеюсь, что где-то в середине августа организация приступит к очистке озера. Очистка озера – это и дорогое удовольствие. Как говорят мне специалисты, по первым подсчетам, должны вывести не менее 140 тысяч кубов ила. То есть это большая сложная работа. А когда жемчужина Малаховки станет чистой, еще больше привлечет рыбаков. В водоем запустят более 50 тысяч мальков. Масштабные работы ведутся и на старом гидротехническом сооружении. Дамбу капитально ремонтируют. При исследовании специалисты признали ее состояние неудовлетворительным. Работы завершат с существенным опережением графика – 15 августа. К работам приступили 1 июня этого года. Мы демонтировали мост, мы восстанавливаем водосбросные сооружения, восстанавливаем водовыпуск, укрепляем тело плотина, выполаживаем берега, стелим гидромат и засеиваем травой. Ближе к финалу реконструкции зону отдыха вокруг водной глади закольцуют. Мостик соединит северную и южную части озера. Чтобы люди могли гулять или кто занимается спортом, бегать вокруг Малаховского озера. Ну вот мостик сегодня у нас находится в экспертизе. И я думаю, что если все будет нормально, то в следующем году мы, возможно, и этот мостик сделаем. Тогда совершенно другими красками заиграет эта зона отдыха. Малаховское озеро – основной объект благоустройства в округе. Зону отдыха реконструируют благодаря программе губернатора – парке Подмосковья. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.